И снова я хотел бы представить вашему вниманию еще одно короткое видео. Мы снова рассмотрим, что нам следует ожидать в этом месяце, январе 2019. Не только в этом месяце, но и в этом году. В прошлый раз мы обсуждали насмешников внутри церкви. Мы рассмотрели некоторых насмешников, поднимающихся против истины для настоящего времени в это время и имеющих непосредственное отношение к неизбежному возвращению Иисуса Христа. На этот раз давайте рассмотрим некоторых насмешников снаружи церкви, насмехающихся не только над вторым пришествием Иисуса Христа, но и над планом спасения. Это взято из Брэк Барт, в котором говорится, что комиксы DC собираются выпустить комикс о супергероях, в котором главную роль играет Иисус Христос. Затем они продолжают. В новом комиксе, написанном Марком Расселом, Иисус Христос будет изображен как бывший спаситель, потерявший связь, которого изгоняют из его тюрьмы на небесах и вернут на землю, потому что Бог Отец чувствовал, что Христос испортил свой первый визит к человечеству. Книга должна называться «Второе пришествие», и в ней будет рассказано, как Иисус жил в квартире с именем супергероя, обратите внимание на его имя, Человек-Солнце. Итак, что мы видим здесь? Мы видим, как мир высмеивает не только второе пришествие Иисуса Христа, но и план спасения человечества. Они сказали, что первое пришествие Иисуса было неудачей, и теперь мы видим, что есть тот, кого они называют супергероем, Человек-Солнце, который является тем, кого Бог послал, так сказать, чтобы исправить неудачу. Приемник Христа. Обратите внимание, что в той же статье говорится дальше. Всемогущий супергерой по имени Человек-Солнце должен жить в квартире с двумя спальнями с Иисусом Христом. Бог был настолько расстроен действиями Иисуса, когда Он впервые пришел на землю, так как Он был арестован так скоро и распят вскоре после этого, что с тех пор Он, Бог, держал его в заперти. Бог, очевидно, заметил, что некоторые люди делают добро на земле и решают отправить Иисуса обратно, в кавычках, учиться у Супермена. Это еще один способ воскресного служения, поклонения Солнцу, залог того, что будет провозглашено поклонение Солнцу. Другая статья о том же событии, здесь говорится, DC Comics превращает Иисуса в нового супергероя. Но обратите внимание, есть большая проблема. В чем проблема? DC головокружительно сыграет самого Христа в грядущей серии комиксов под названием «Второе пришествие», в котором говорится, что Иисус возвращается на землю с миссией, чтобы «исправить» Евангелие. Давайте сделаем паузу. Чтобы исправить Евангелие, это означает, как мы читали в Брэдбарт, что его второе пришествие было неудачным. И теперь Бог посылает его обратно, потому что человек-солнце, в кавычках, делает работу намного лучше, делает дело намного лучше, чем Христос. Теперь Он возвращается, чтобы навести порядок. Вы видите, как они высмеивают план спасения? Вернемся к экрану. Но второе пришествие ближе к богохульному, чем к библейскому. Вместо библейского повествования о возвращении Иисуса, оно изображает Иисуса как неудачника, который разочаровал Бога, будучи распятым, когда Он впервые ходил по земле. Его отправляют обратно, чтобы научиться быть настоящим мессией, делая что? Учиться у супергероя Человека-Солнце. Интересно, кто стоит за всем этим комиксом? Интересно, кто продвигает этого Человека-Солнце? Это не что иное, как папство. И нам сказано, что в эти последние дни придут насмешники и будут смеяться над вторым пришествием Иисуса Христа. Это один из признаков времени, согласно тому, что говорит апостол Петр. Посмотрите на экран, что здесь говорит апостол Петр. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся кто? Наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, те обетования пришествия Его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же». Они насмехаются над обещанием, которое Бог дал, что Он придет снова. Вернемся к экрану. «Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности и грех, как бы ремнями колесничьими, которые говорят, пусть Он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы его видели, и пусть приблизится и придет в исполнение Совет Святого Израилева, чтобы мы узнали». Обратите внимание, что сестра говорит в книге «Великая борьба», страница 561. «Слепота нашего поколения поистине поразительна. Тысячи отвергают Слово Божье, как недостойное доверие, и со слепой доверчивостью принимают обольщение кого? Сатаны. Скептики и еще кто? И насмешники осуждают фанатизм тех, кто борется за веру пророков и апостолов, и высмеивают торжественные истины Библии и Христе о плане спасения и о наказании тех, кто отвергает истину». Это то, что произойдет с теми, кто отвергает истину. Опять же, как сказал апостол Петр, это один из признаков последних дней, чего нам ожидать в последние дни. Это признак того, что второе пришествие Иисуса Христа неизбежно. И снова, у нас есть очень мало времени, чтобы сделать работу, которую нужно сделать. И не только в нашей жизни, но и в деле проповеди Евангелия. Нам нужно наблюдать, молиться и трудиться. Да благословит вас Бог! Субтитры создавал DimaTorzok